Разберем, наверное, сегодня один куплет. У нас есть носитель венгерского языка, мы будем разбирать песню эту на венгерском языке. Габар, расскажи немножко о себе. О мне? Да. Я из Венгрии, меня зовут Габар, и я изучаю русский, изучаю этот язык за три года, и я живу сейчас в восточной части Венгрии, но много, много время я в Будапеште, и что ты хочешь еще узнать или просить? Хорошо. В принципе, для презентации достаточно. Да, интересно. Вот, мы будем разбирать первый куплет. Первый куплет. И будем сравнивать два, казалось бы, разных языка, но в итоге узнаем, что оказывается у нас многое схожего. Габар, прочитай, пожалуйста. Я, конечно, могу, но у меня не такой хороший венгерский. Да, конечно. Цендес Эй, Сцентсегес Эй, Минденек álма mély, Нинс фэн máст, Чак а сцент сюлёпарт, Драга герметик ясцолánál, Сцентфиу, Алуджай, Сцентфиу, Алуджай. То есть, Эта Эл на конце, Она не произносится, Да, чаще всего? Где? Вот эта Эл на конце, Она не произносится, Да? Это, Это, Алуджай, Ты, Алуджай, Это можно, Что ты это не слушаешь, Но мы скажем это. Хорошо. Так, Я попробую прочитать, А ты можешь сказать, Что можно подкрутить, Что можно исправить. Цендес Эй, Сцентсегес Эй, Минденек álма mély, Нинс фэн máш, Чак а сцент сюлой пар, Драго, Дермекик, Ясло анал, Сцентфиу, Алуджай, Сцентфиу, Алуджай. Это очень хорошо. Ты делаешь это очень хорошо. Алма, Мы это скажем, Не а, Алма, Алма. Но она все, Алма. Не алма, Алма, Это, 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 Нет, А, Алма, Это значит, Несколько, Это, Это другие слова. Но, Алма, Это, Это, В сне, Когда ты, Ты спишь. Ну, Давайте, Будем, Распирать по строчкам, Исэрэц пакчтай, Пярус строчкам. Минд, Что? Исэрэц пярус строчкам, Пакчтай. Какой. Ну, я опять hecho торк, Пярус строчкам, не могу, что Пречатающие. Только, кива. Шендес, Это у нас прилагательное. Эш, это всегда заканчивается прилагательное? Или я что-то путаю? Есть слова на эш, которые не являются прилагательными? Я не понимаю. А прилагательное отвечает на вопрос, какой, какая, какие. То есть, чэнд это тиш, тишина. А эш показывает, что это прилагательное. То есть, тихий. Это право. Это право. Чэндэш это, 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 значит, чэндэш это тихо. Чэндэш это только, я не скажу, я не могу это сказать. Это другое слово. Хорошо. Эй, это у нас вечер. Вечер. Эй. Эй, эй, добрый вечер. Эй. Вечер. Да. Или ночь. Эй. Ночь. А, да, ночь у нас же. Вечер по-другому. Точно. Эй. 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 Эйсак. 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 Это у нас уже будет пожелание. Эй. Эй. Эйсакат. Эйсакат. Да, это мы в конце скажем. Эйсакат. Север связан с ночью. С ночью. Что значит ночью? Север. Север у вас же тоже эйсак. 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 Эйсакат. Да. Да, вот. И раньше в русском языке тоже был на север, значит, на, вернее, как там, на полночь. На полночь. Да. Ага. Ну, это уже давно-давно. Давным-давно так не говорят уже. Мы опять видим, что это у нас прилагательное. И мы видим, что тут тоже прилагательное. Все, в принципе, понятно. Сент – это у нас святой. Север – это признак того, что есть у кого-то признак святого. Вот это святой признак. То есть сенчейк – это святость. Святая ночь. Минденек, альман, мей. Только я не понимаю, почему. Нек. А альман – это ведь сон глубокий. Получается, у всех глубокий сон, правильно? Минден – это все, да. Минденек – это значит, что… Это было бы хорошо, если ты скажешь только «минден альмами». Это хорошо так. Но мы скажем «минден альмами» – это значит «минден», «минден альмами» – это не… Минден – это все или все? То есть это относится к неодушевленным предметам или относится к людям? Минден – это все, не люди, но это все на свете. Понятно, то есть у всего глубокий сон, все спит. Да, да, да. Понятно. Нек – это… Так, я падеж не помню. Какой же это падеж? Я помню, что это притяжательность. А вот какой падеж? Не помнишь, как называется этот падеж? Я не понимаю. Падеж – кейс? Кейс? What кейс is this? Кейс? Кейс, I mean, генитив, датив, датив. А, это датив, да. Дательный падеж, да? Да. Да. Венграх интересно все установлено, они используют, когда говорится, я, ну, кто-то что-то имеет, они используют дательный падеж. Это очень такая забавная вещь. Читаем дальше. Окей. Почитаем вот эту струкочку. Нинч – это ничего, фен – это сверх, маш – это еще, да? Это, это другой. Это, это значит, что… Больше ничего? Больше ничего. Чак, а Сент, Сюлепарк. Чак только? Чак. Чак, чак. Только Чак, чак остался. Да, Сент, мы уже увидели его, это святой. Святой, святой, да. Да, и Сюлепар, Сюлепар – это родители, а пар – это пара, то есть чита. Чита. Да, святая пара, родители, святая чита. Да, идиом дальше. Драго, джермеккюк, яссоланай. Драго. Как вы думаете, что это означает? Конечно, это означает «драгоценный», «драго»? Это из русского языка. Да. Дьермеккюк. Дьермек – это у нас ребенок. А «юк» показывает, что это множественное число. Ну, даже «ю» – это особенность этого слова, а вот именно «к» показывает, что это множественное число. То есть… А, нет, это множественное число, это наш ребенок, да? Нет, их ребенок. Их ребенок, да? Их ребенок, да. Что-то у меня шайки с заболевания. Их ребенок, да. Их ребенок, их яслоанал, так, яслоанал. Соответственно, мы все это знаем, это ясли. Яслоанал – это «у» – ясли, то есть рядом с яслами. Следующее предложение. Сент-фил-алудя. Сент-фил-алудя. Сент-фил. 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 Да, мы уже его употребили. Фил-алудя. Фил – это, можно сказать, заимствование из латыни. Филю, но даже если брать далеко-далеко, то это из греческого. Соответственно, потомками латыни – это финьо по-итальянски, и «фи» по-французски, «фихо» по-испански. Ну и «алудя» спи, усни, засни. Да, да. Здорово. Здорово. Ну, а теперь твоя очередь мучится. Я не понимаю, что ты сказал. Ну, я имею в виду смысла, прочитай по-русски. По-русски? Да. Конечно. Тихая ночь, святая ночь, сон у всех грубых. Нет никого, кроме святых родителей. Если драгоценного ребенка, святой сын усни, святой сын усни. Да, у меня надо было после родителей пробел этот абзац ставить. Попробую объяснить, что и что. Почему «ая», а не «ой», допустим, не «ое». Попробую. Может быть, какие-нибудь падежи вспомнишь. «Тихая», «тихой», «ночь» — это… Тихая. Это какой род «тихая»? «Тихая», да. Да, «тихая». И зачем это не «тихой»? Ну, да, это уже падежи, я имею в виду, есть «тихая», есть «тихой», а есть «тихий», вернее. Я неправильно его подопил. И есть «тихое». Почему тут «тихая»? «Тихая». 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 Это какой род? «Тихая», 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 «ночь» какого рода? Не знаю. Вы не проходили, да? Ну, тогда я объясню. И на русском тоже. «Тихая ночь» у нас тут прилагательное. Окончание «ая» показывает, что это «женство». «Ночь» тоже женского рода, поэтому прилагательное зависит от слова «ночь». «Ночь» какая, «тихая». И «ночь» у нас третье споряжение. Но это лучше не запоминать. Всего три споряжения в русском языке. Затем «святая», тот же принцип. «Ночь» какая, «святая». Окончание «ая». Именительный падеж, поэтому окончание «ая». «Сон» у нас второго споряжения. Надеюсь, я правильно помню русский язык. «Сон» второго споряжения. То есть, туда относятся все существительные «наунс» имеется в виду мужского рода, маскирован. «Сон» у всех. У всех. У кого? У всех. То есть, родительный падеж. «Ех» будет родительный падеж. «Глубок». Тут у нас прилагательное, но краткое. То есть, если бы было не краткое прилагательное, а полное прилагательное, был бы «глубокий». А тут мы обрубаем, получается, «глубокий». То есть, когда у нас нет глагола, он опускается. Чаще всего употребляется неполное прилагательное. Краткое. Нет никого. Нет. То есть, there is nothing. Nobody. Вернее, в данном случае, не как в Венгерсене, а тут. Это «нэм». Нет никого. Ну, если переводить точнее, будет «нет ничего». «Кроме», 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 ну, это у нас «только». «Только», да. «Святых» – это «святых». Да, «святых родителей». «Кого», «нет кого», «от чего». Вот со словом «нет» употребляется родительный падеж, то есть, отвечает на вопрос «кого, чего». «Святых родителей». Вот это «ых», «был» «ый», «стал» «ых». Родителям падежает. Ну, похоже на слово «всех», хотя слово «всех» уже другая часть речит. Ладно, не буду грузить. «Родителей» – это родитель мужского рода, окончание нулевое, и будет окончание «ей», родителей. «У», «если» тоже «ясли», но это уже множественное число, и будет тоже окончание «ей», как ни странно. Вот, это чаще всего встречаемое окончание родительного падежа в мужского рода, у прилагательных, «ога», «ога», произносится «оба», «рагоценного». Ну, ладно, потом я прочитаю. «Ребёнка» тоже родительный падеж, это у нас всё, вот это длинное, всё-всё-всё-всё-всё-всё, это всё родительный падеж. «Ребёнка», «ребёнок», тут выпадает гласное «о», и появляется окончание «а», «ребёнка». Например, мы можем сказать «волк» тоже таким же принципом подчиняется, только там не выпадает гласный, там нечему выпадать, поэтому ничего не выпадает. «Волк», «волка», то есть когда у нас мужской род, ну, то есть второе склонение родительный падеж, мы пишем окончание «а». «Святой» — это у нас, соответственно, мужской род, мужской род будет у прилагательных на «ой», «ы», «и», «и», какой-нибудь коричневый, и вот цветой, или золотой. Вот «сын», «сын» у него тоже нулевое окончание, нулевое окончание. И «усни» — это у нас повелительное наклонение, которое в венгерском чаще всего смягчением согласной выражается, а тут выражается с помощью гласной «и». «Спи», «усни», «пиши», или окончание «уй». «Рисуй», «молюй», ну «уй-юй», там и так далее. «Радуй», у нас будет, кстати, «радуйся». Вот, я думаю, на сегодня хватит, слишком перегрузил даже, я думаю. Будем по куплету всему свету каждый день, ну или через день, как у тебя время будет. И вот таким образом будем разбирать. Очень приятно было, Габар, с тобой познакомиться. Ну и я думаю, людям было приятно познакомиться с твоим языком. А, давай напоследок еще прочитаем. Прочитаем русскую версию стихотворного. Только русскую версию. Угу. «Тихая ночь, древняя ночь, дремлет все, лишнее спить, в благоговене святая чета, чудным ладенцем полни их сердца, радость в душе их горит». Ну да, и я еще прочитаю. Я не буду... Там небольшие моменты были. Если что-то нужно, я могу пояснить. «Тихая ночь, древняя ночь, дремлет все». Ты очень хорошо понял, что тут именно все, хотя я не написал ее, потому что у нас она находится в очень неудобном месте. Но я не поэтому написал, потому что я ее скопировал и не прочитал. «Лишь не спит в благоговене святая чета». Это «благоговение» это очень трудно сказать. Да, сложное слово. «Благоговение» «венерейшин». Чета, ну пара имеется в виду, четный, нечетный, вот это слово как раз. «Чудным младенцем полны все сердца». У нас ударение тоже на «а». Ну, это особенность московского языка. Сердца, паруса, вот нестандартные случаи, ну как это, не среднего, как это называется, множественного числа. Чаще всего ударение будет на «а». «Радость в душе и горит». Ну, раз мы прочитали, это разберем. Немножко увеличим наш эфир. «Тихая ночь» это у нас прилагательная. На «ая» мы, ну в принципе, это можно не разбирать, потому что мы ее разобрали. Там была только недимная, какая там была святая, да, святая там была. Святая ночь. «Гремлет», да, «Гремлет» это у нас прилагательный глагол. Вот у меня все, что относится к глаголу, выделено красненьким. Все, что относится к существительному, у меня разными оттенками синего, а все, что относится к прилагательному, а и желтеньким у меня. Вот. «Дремлет» – все. Окончание «ед» – это у нас третье лицо, единственное число, то есть «он», «она», «оно». Если какие-то термины непонятны, то спрашивай, потому что я на основе грамматики говорю. «Дремлет» – все. Глагол «дремать» – вот это появляется «л». Хотя и в настоящее время, но это особенность терминского языка. Сочетание «м» и чередование «м» и «мл», характерно не только такие, очень много всяких словосочетаний. В этом плане он похож на венгерский, но в венгерском, наверное, более систематизировано это все. В финском гораздо все сложнее. В финском? Да. В финском? В финский, да. Да, в финском там посложнее будет. Венгерском как-то все более понятно. «Лишь не спит». Тут у нас есть два вида спряжения. Два спряжения. Первое спряжение на «ать», «ять», «ять» как раз. А второе спряжение на «ить». Так. Короче, два вида спряжения. Сейчас не буду обманывать. Что-то у меня мозг уже закипает, поэтому уже элементарные вещи забываются. Ладно. Два вида спряжения. «ить». У нас тут тоже это у нас идет «все». Употребляется именно с третьим лицом единственное число, то есть как будто это про единственное число говорится. Дремлет. Так же, как в английском. «All is right». Дальше идем в «благоговение». Можно употреблять через «ия». Это у нас абстрактное существительное. поэтому «ни-е» – это все, что нельзя пощупать, это будет «ни-е». Ну, или какой-то процесс становления, например. Но все равно его нельзя пощупать. «Святая». У нас было уже «святая», поэтому не буду останавливаться. «Чета». Это у нас первое склонение. Все, что на «а» заканчивается и женского, и мужского рода, это будет первое склонение. «Чудным младенцам полны их сердца». «Чудным каким?» То есть, так, «чем?» «Сотворен чем?» «Кем чем?» Это будет творительный падеж. «Чудным младенцам». Да, будет окончание у прилагательного мужского рода на «ый». Будет «ым» меняться «и» на «м» в творительном падеже. А тут опять у нас выпадает гласная. «Младенец», «младенцам». И тоже видим это окончание «м». Оказывается, что это творительный падеж. Тут может потом разное быть гласное. «Ам», «ем». Ну, как в бенгерском. Тоже гласные могут меняться, а окончание все-таки остается. «Младенцам» – это «ребенок». Да, «бэйби». «Бэйби». «Полны их сердца». Да, у нас опять краткое прилагательное. Полное прилагательное будет «полный». 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 Да, даже тут «полный». «Наполненный». Ну, тут имеется в виду «полные сердца». «Полные» вот этим «младенцам». «Заполненные» мыслями о «младенцам». «Полны их сердца». «Их» понятно. Это у нас «они», только «чьи», то есть «кого». это у нас родители поддерживают слово «они». Так называемое притяжательное местоимение. «Сердца», слово «сердце», непроизносимое согласное «д». Не только, ну, многие ее на письме пропускают, потому что мы в речи ее не проносим. «Сердца». Соответственно, «сердце», «сердца» — это у нас множественное число. Так же, как «поле», «поля», «окно», «окна». Вот это особенность множественного числа среднего рода, окончание «а». «Радость в душе их горит». «Радость в душе в чем?» То есть «предложный падеж». Почему он называется «предложный»? Потому что есть предлог. Все просто. «Предложный падеж». «Говорить о ком?» «О душе». «В душе». Слово «душа» стало «душа». То есть окончание «е» в предложном падеже, если это женский род, который оканчивается на «а». «Их горит». «Их» мы уже разобрали. «Горит». По такому же принципу, как и «спит». «Горит», «спит» и так далее. То есть окончание «ить». В данном случае даже не «ить», а глагол будет в инфинитиве «гореть». Вот такие интересные метаморфозы в русском языке. Ну и дальше не пойдем. Так, сейчас я обратно. А мы пожелаем доброй ночи всем. Пожелай доброй ночи на венгерском языке. «Поятных сновидений». «Поятных сновидений». «Спокойной ночи». А «Поятных сновидений» как бы? Что? Ну, хорошо поспать, приятных сновидений, хороших снов. «Хороших снов». Что это снов? Сон, чтобы сон, множественное число сны. Соответственно, пожелать. «May your dreams be good, wonderful». Я понимаю, сон. Все памятны. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего вечера всем и приятных сновидений, кто уже ложится спать. Я думаю, что это сложно для меня в начале, потому что я только изучаю этот язык, но я буду это знать. Понятно. Тогда можно, можно тогда по одной строчке, ну, чтобы разобрать уже. Ладно. Просто по разговору слышно, что хорошо разбираешься в бронском языке. Поэтому я решил сразу программу максимум дать. «Хороших снов всем». Да, это. Спасибо. Да, хороших снов всем. Погналем. Продолжение следует...